День добрый, друзья! Такая модель у меня сегодня. Я его уже разобрал наполовину. Samsung Galaxy Neo, модель E960 Galaxy Grand Neo. Ну и как вы видите, будем менять тачскрин. Разбитое стекло нам принесли. И так, раскручивайте болты. Задние они все одинаковые. Вот они все. Я их уже снял. Выключаем телефон. Вытаскиваем батарею. Снимать начинайте снизу, потому что гнездо зарядки у нас немного выпирает, чтобы не повредить его. Лучше снимать снизу. Толстая панель идет. Задняя и боковая она одна. Здесь у нас защелка. Посередине всегда стоит. Сняли заднюю панель. Сстегиваем экран. Камеру. Кнездо наушников. Болтик крепления один снизу. По-моему, больше нет. Боковые кнопки. Наш разъем. Давайте снимем старый. Соединим новый. Проверим тач. Насколько он рабочий у нас. Вставляем плату. На ту сторону вставляем. Здесь не очень удобно. Соединим экран. И кнопку включения. Больше ничего не надо. Ставим батарейку. Телефон включился. Сейчас он загрузится. Проверим тач. Видите, все работает вроде. Экстренный вызов. Проверяем. В другую сторону. Все нормально. Думаю, можно менять. Включаем телефон. Попал. Отсоединяем экран. Тачскринер. Оттаскиваем батарею. Снимаем плату. Кнопка включения. Скинули плату. Итак, давайте отсоединим. Включаем фен. Отсоединим тачскринер сломанный. Вот. Значит, снимать будем сверху. Так, безопаснее. Внизу у нас находится шлейф. Кнопки home. Ну и, наверное, подсветки. Поэтому снимать будем сверху вниз. Загреваем. Кнопка. КОНЕЦ Покажу поближе. Разогреваю при температуре 300 градусов. 5-мегапиксельная камера стоит на этой модели. Вспышка, автофокус. В общем, все, что нужно. Рам-память 1 гигабайт. Встроенная, по-моему, 8. Вот так. Попробуем снять таким вот канцелярским ножом. Очень удобно снимается. Старайтесь не касаться экрана, дабы не оставлять сарапины. Защитный пластик отошелся. Такое. Защитный пластик отошел. Ничего страшного. Приблизились к опасному месту. Опасное место у нас внизу. Давайте прогреем низ. Разбитое стекло держите вот таким вот образом. Оно сейчас под действием теплового нагрева само отклеится. Давайте посмотрим, что у нас там со шлейфом, дабы не повредить его аккуратно. Смотрим, здесь у нас шлейф подсветки. Аккуратно снимаем, соединяем, оставляем кнопку. Удаляем пыль. Я умудрился оставить след скотча. Удаляем. Давайте очистим посадочную поверхность. Удаляем старый скотч, битое стекло. Поверхность должна быть идеальной. Еще раз очищаем. Устанавливаем на вытач. Кнопка Home. Кнопка Home. Вставляем дисплей. Забыл вам показать кое-что. Вот здесь находится пластиковая вставка. Ее нужно вытащить с другой стороны. Вот она для того, чтобы вставить кабель самого тачскрина. Вот этот с драйвером. Вставили. Кнопка Home. Проверили клик. Можно поставить ее обратно. Вот такой вот стопор. Вставили обратно. Кабель тачскрина. Вставляем ровно до белой метки. Закрываем гнездо наушников. Ставим плату. Вставили плату. Не забудьте какой-нибудь из шлейфов под ней. Боковые кнопки на место. Достигнули. Гнездо наушников. Передняя камера. Экран. Так. Плавает заднюю рамку. Для панель, как будет удобней. Вставляем сверху. То есть сначала насаживаем гнездо наушников. А потом уже по периметру прижимаем таким вот образом. Включаем телефон. Телефон загружается. Закручиваем болты все. Один недостаток, я вам признаюсь, забыл закрутить вот этот черный болтик. Он закручивается вот сюда, если вы помните в плату. Но это не столь принципиально. Ничего страшного. Часто их забываем ставить. Никаких неудобств в пользовании вам это не принесет. Друзья, в принципе на этом все. Докручивайте телефон. С вами был ДОВ. Все работает. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.